На прошлой неделе после выхода нашего сюжета о шквалистом ветре, который пронёсся над Харциском, к нам в редакцию обратились жители Троицка-Харциска, прислав видео в рубрику «Очевидец». Проблема заключается в том, что владельцев нескольких частных домов посёлка по улице Советской держит в страхе старый 70-летний тополь, который вот-вот рухнет. Сильный порыв ветра с ливнем и беда не заставит себя ждать. На первый взгляд дерево кажется вполне здоровым, однако его ствол уже давно прогнил, о чём свидетельствуют фотографии присланные очевидцы. Мы отправили эти фото и видео в администрацию города и получили официальный ответ. В нём значится, что комиссия, выезжавшая на обследование аварийного дерева, зафиксировала, что 70-летний тополь растёт между кухней и домом, то есть на территории частного домостроения. Поэтому даже заложить бюджетные деньги на его спил администрация посёлка по закону не имеет права. Также проблему жителей Троицка-Харциска по улице Советской в ходе сегодняшнего брифинга прокомментировал заместитель главы администрации Харциска по вопросам ЖКХ Виталий Смык. Да, дерево, в принципе, можно сказать, аварийное, потому что имеется уже в стволе его отверстие, где идёт и гниение основного ствола. Но это дерево находится на непосредственно частной территории внутри, не за забором, а именно внутри. Рассматривается, конечно, возможность оказания содействия, но вопрос пока окончательно в данном вопросе не решён, потому что это тополь очень громадный, там есть и коммуникации, есть и осложнения, которые непосредственно в близости к их домам находятся, двум постройкам данного жителя. То есть даже производить какой-то спилт, оказание содействия, это тоже, скажем так, может чреваться, закончиться, потому что неудобные условия работы, может что-то упасть, разбитую же самую кровлю. Вопрос очень сложный, поэтому, я же говорю, прорабатывается вопрос, кто будет оказывать содействие и в какой мере возможно оказать содействие. Полностью его всё-таки убрать, либо частично его просто, скажем так, разгрузить, большие ветки спилять, боковые. Мы напоминаем, что если вы оказались свидетелем чрезвычайного происшествия, какого-нибудь забавного случая или, скажем, хотите привлечь внимание общественности к острой проблеме, берите в руки камеру, мобильный телефон и отправляйте отснятый материал электронной почтой на адрес нашей телекомпании, который вы видите на экране. Всё самое интересное мы обязательно покажем в эфире в рамках рубрики «Очевидец» и, соответственно, разместим на наших страничках в соцсетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!